И смех, и грех, правда. Жизнь души нашей, российской, попала под асфальтирующий каток западного пиара. Даже в театр стали ходить по рекламе, мнения уже нет ни у кого. Какие спектакли пиарят, которые сделаны не для души, для скандала. Не режиссёрами, торгашами. Все фирмы, которые делают эти спектакли, как называется? Film production, theater production, все production. Я хочу создать фирму, будет называться Задорнов создавакшн. Сколько я видел этих спектаклей, в которых тортюфы ездят на мотоциклах, фольстафы курят мальборо. Клеопатры ходят голой с татуировкой на ягодицах, Спартак чемпион. Есть другие спектакли, о которых мало кто знает. Я на своём сайте открыл рубрику, посмотрите, задорные советы. Кому интересно будет, так не навязываю своё мнение. И мне теперь молодые люди часто пишут, спасибо, что вы посоветовали куда сходить, что почитать. Оказывается, наш театр жив российский. А мы-то думали, что всё, он умер правильно, потому что вы ходили по рекламе в театр. А что рекламируется? Вот новый спектакль. Ромео и Джульетта. Современная постановка. Ромео и Джульетта. Весь спектакль ходят голые. Купаются в бассейне, прозрачный бассейн, и разговаривают друг с другом по телефону мобильному. В конце я не мог, я не выдержал. Я подошёл к режиссёру и решил приколоться. И спрашиваю, есть ли они всё время, говорили у тебя, по телефону мобильному. Скажи, почему перед тем, как покончить жить с самоубийством, Джульетта не позвонила Ромео? Логичный вопрос. Глазом не моргнул, он мне ответил. Ромео был вне зоны. Спектакль в Москве «Царевна-легушка» в скобках написано «триллер». Красная шапочка «экшн». О преступлении и наказании... Буду медленно растяну удовольствие, буду говорить медленно. Преступление и наказание. Достоевский. Увлекательный детектив, в котором скинхеду Раскольникову... Это не всё. Вот сейчас главный сюрприз. Не даёт покоя старушка-наложница. Я бы сбежал сразу со спектакля, когда старушку-наложницу увидел. Раскольников, видимо, её увидел, и ему покоя не даёт старушка. Книги, книги, гордость России стали покупать по рекламе. Уже не знают люди, что выбрать самостоятельно. А какие книги рекламируются? Не книги, чтиво, тёлки, дохлость или духлость, не помню. Есть книжка, я часто бываю в книжных и смотрю какие-то новинки. Прочитал, новинка называется «Секс для чайников». Чё, ха-ха, у вас чайники есть? Понаблюдайте. Причём книжка с картинками, вот эта вот мне нравится. Когда-то мы считались самой читающей страной в мире. Теперь мы самая читающая Акунина страна в мире. Молодёжь иногда мне говорит, мы по Акунину познаём историю. Познавать историю по Акунину – это всё равно, что вкус курицы по бульонным кубикам. В стране будет праздноваться столетие со дня рождения моего отца. И мне очень приятно, что снова издаются его книги. Причём тут низкий поклон мой не только издательствам, а скорее даже читателям, у которых пробудился истинный, яркий интерес к нашей истории, к забытым страницам нашей истории. Более чем детективы, имеют успех теперь только медицинская литература. Такая, знаете, свёкла от геморроя, чудо голодания, радость плоскостопия, счастливое слабоумие. В книжном недавно, специально, чтобы порадовать зрителей, выписал некоторые книжки-бестселлеры. Сто известных женщин, которых хотел иметь каждый. Даже стыдно такую покупать. То есть ты как-то сразу, говорит, ааа, это вот хочет вот их иметь. Перед продавцами интеллигентными неудобно. Ещё книжка. Сборник лучших заборных надписей России. Кому это надо? Как на книжку-то набрали? Я три знаю надписи, и всё. И потом для кого? Для того, кто пойдёт это писать всё? Почему это покупается? А детективы какие названия? Слепой снайпер? Многоразовая девственница? Пассивный некрофил. Я начал читать, я не выдержал. Первая строчка. Пассивный некрофил по кладбищу бродил. Всё, я закрыл сразу. Я сразу захлопнул. Чтоб не глючило во сне. Скажите, ну неужели мы такие беспомощные, не имеем своего мнения, что нам нужно обязательно в телеящик заглянуть? В России раскупили фигурные коньки только после этих телевизионных передач. А до этого никто не знал, что это красиво, что это здоровье, что это спортивно. Сейчас новая передача готовится. Звёзды-хирурги. Это что, скальпели раскупят, что ли? Когда появились первые передачи, я подумал. Потом забыл на какое-то время, а сейчас вспомнил в связи вот с последними выступлениями. Такой размышлизом. Вот ответьте мне на один вопрос. Почему в цирке со звёздами участвуют звёзды и мастера цирка? В танцах на льду участвуют звёзды и мастера фигурного катания. А в боксе звёзды со звёздами. Тоже надо с мастерами. Валуев и Моисеев. И ведь сделают. А Боря согласится. Это я точно говорю. Он как Валуева увидит, выйдет на ринг и спиной повернётся. От страха! А не то, что вы подумали. Вообще, слушайте, такие пары можно составить. Кличко Пенкин. Вот это улёт! Космос! Надгробная плита! Ой, бедные дети. Какое ж детство пропиарил Запад нашему подрастающему поколению. Такое одискотеченное, опопсевшее поколение. Ночная жизнь, по ночным клубам. Ведь это известно. Кто ходит по ночным клубам, тот болеет. До того иммунитет падает. Я не говорю, что дискотеке плохо. Да танцевать замечательно. Но когда кажется, что в казино люди идут, только в казино идут с хорошим настроением. Потому что в казино выигрывает только хозяин казино. От пропиаренных низкочастотных ритмов, а это же специально сделано, молекулы воды из формы снежинок принимают форму подагрического сустава. Мы состоим на 80% из воды. То есть у нас подагра души. Из вильны мозга превратились в трещины, в щели, рабы. Правильно написал в контрольной работе по анатомии кто-то из наших сегодняшних подростков. Голова – это часть тела с ушами. Я недавно был в Диснейленде, во французском. Идет парад персонажей, мультяшек диснеевских. Красотень такая вечером, во тьме, с огнями. Музыка веселая. И стоит рядышком пара. Там очень много русских из Сызрани. Женщина лет сорока и девочка лет десяти. И она такая вот мама, такая восторженная. Говорит, смотри, дочка, красота какая. Так, говорит, гей-парад веселее. Бедные наши детишки. У них родничок не затянулся. Им туда сыпется это все. Они же восприимчивы. Мои знакомые отослали свою девочку, дочку маленькую, в ясли. Один день она там пробыла. И они навсегда забрали ее домой. Потому что она вернулась из ясли, играла на ночь с куклой, дочкой, и говорит кукле, циц, шняга, а то рот зашью. Почему наши родители и дети не берут пример с востока? На востоке дети помогают родителям. Ночью спят. Они слушаются родителей. На востоке не стесняются молодые люди своих народных песен. Ходить в народных костюмах. Я на одной из дискотек в Хабаровске прикололся. Меня туда позвали мои знакомые. Но мне надоело это слушать. Бум-бум-бум-бум. Ну невозможно. Чакры слепаются все. И я пошел к диджею, а я же для него авторитет. И говорю, слушай, давай приколимся. Давайте. А ему самому надоело это все уже. У него самого мозг треснул. И я ему говорю, давай, у тебя барыня есть? Давай заведем барыню. Он говорит, есть суперобработка современного ансамбля. Он поставил барыню. Никто не ожидал, что произойдет. Зажгли так. Диджей в пляс спустился. Хозяева прибежали откуда-то сверху. Главный акционер стал из себя медведя изображать, которого плющит от экстази. Молодежь и не знает, что народная русская музыка заводит, сильнее зажигает, чем западная. В этот вечер молодые одискотеченные люди из чувства патриотизма даже марихуану стали называть Иванда Марья. Потом я еще Стеньку Разина включил, диджея попросил в современной обработке. Ну вообще зажгли так. Один там кореш представил себя Стенькой Разиной и бабу выбросил в окошко свое. Самая популярная мелодия в мире не иностранная, а русская калинка. Но это никто не знает. Скажите, кем станет наш молодой человек, который с детства ест попкорн, читает романы типа «Выстрел в гробу», смотрит вот эти спектакли. В Москве есть спектакль. Чтобы произнести название этого спектакля, я должен несколько раз попросить вашего извинения. Но это документально. По сказке «Голый король» ремейк называется, простите, «Сосущий вместе». Это название спектакля. Кем вырастет молодой человек, на которого это все свалится? Плюс еще, он попсу нашу слушает, то есть опопсел совсем. Со словами, вот слышу недавно песня, поется слова, это же всерьез поется. Если б ты знала, как я хочу тебя, думал один парень на уроке про себя. Вот такая песня. У молодежи один плюс, они не слышат этого ничего. Их колбасит и все. А это уровень грамотности. Как вам? Девочка едет в столицу, песня, девочка едет в столицу, девочка едет жениться. Вообще, будь моя воля, я бы вот такой роман моего отца, писателя Николая Задорного, как амур-батюшка, честно говоря, преподавал бы в средних школах детям, чтобы они чувствовали, какой есть природный, я бы сказал, родниковый русский язык, совершенно не замусоренный сленгом или современными мусорными иностранными словами.